Дорогие друзья, сегодня удивительное событие. Я встретилась сразу с двумя прекрасными людьми, которые имеют отношение к необычным инструментам, к акаринам. Один из них мне хорошо знаком, это Валентин Шкандыбин из Ростова-на-Дону. Творческий псевдоним «Медведь», вы, наверное, о нем слышали. А вот второго нашего участника я попрошу представиться. Меня зовут Елена, я представляю семейный ансамбль этнических флейт и ударных «Весенняя свирель». Здорово. Всем доброго дня. Не могу себе представить, какое сейчас волшебство начнется. Нужно, наверное, сделать важный акцент, что это происходит в Москве. То есть мы приехали из Ростова-на-Дону в Москву и случайно или же не случайным образом созвонились и решили пообщаться, обменяться опытом, дать возможность друг другу позвучать на наших акаринах. У Елены прекрасная коллекция, как я уже понял. На некоторых я уже успел даже позвучать. Да, у нас коллекция собирается уже давно. Она из разных стран. Она приобреталась в разное время, по разным поводам. И для нас особенно ценно, когда мы встречаем в России людей, мастеров, которые делают акарины как музыкальные инструменты. То есть не такие, которые… Вот детская игрушка с двумя тревянами. Да, с красивым звуком, с большим диапазоном, на котором звучат, можно сыграть красивые мелодии. И мы хотели вас, Валентин, попросить рассказать о ваших инструментах. О своих инструментах? Как давно вы делаете инструменты? Откуда вообще это пришло? Может быть, кто ваши учителя? Хорошо. Делаю инструменты я уже в декабре месяце будет как 9 лет. То есть это такой путь планомерный. Вначале я делал что-то более пробное, ненастроенное. Потом научился настраивать. Потом начал совершенствоваться в звуке, в свистке. Ну, то есть это там долгие технические моменты. Происходило такое становление. И если говорить по поводу того, у кого я учился в самом начале, то учился у самого себя. И просто там смотрел на другие флейты, на тот же блок флейт, на какие-то свирельки, которые у меня были на тот момент, уже появлялись в коллекции. И потом уже появлялись музыканты, друзья-музыканты, которые давали какие-то советы, какие-то рекомендации, критиковали меня за то, что я там что-то не так сделал. Но если говорить о известных музыкантах, то это мой учитель, это мой наставник, которого зовут Элис Барб. Он из Молдавии живет, в Москве играет, в Кирсграфе. Сейчас я делаю в разных, могу так перечислить, миксолидийский, мажор, минор, мажорная пентатоника, минорная пентатоника, фрегийский лад, хиджаз строит. И постоянно стараюсь что-то еще новенькое находить. Я как-то уже рассказывал о них, из обзоров о ней. Мне самому очень нравится, это восточный строй, арабский. Я сломаю стране между временем, пространством и думом. Чему меня ведет убранство областного и теплый ветер, прогретый до степи. Я слышу только зов богов, неведомых у меня. Я человек. И долго ли в пути мне так скитаться, я не знаю. Я полностью внушаю сам в себе благодовейный требен от того, что так точечен, так мело и так плотен этот шаг. Мне было иногда так страшно, но слышал я воззвуки ветра, как рядом постоянно я сам был. И приложив губам, сегодня Арина, других таких же встретить смог. Восхитительно. Спасибо, Олечка. Как было ощущение, что играет на сыгральный инструмент, это на своем музыкальном языке, а поэт-видередов слушает, переводит, и сквозь себя подпускает, выводит это все в вербальный язык. Вы очень тонко чувствуете, у нас вообще это первый раз получилось споттанно. Откуда вот, ну иначе мы вместе как-то взаимодействуем. Вот просто как, ну не знаю, с обучением. Просто я заиграл одну из флейт своих, а Оля просто услышала музыку и начала импровизировать образами, нафлатные образы, стихи. Очень красивый, Инор. И у меня прям, я чувствую такое тонкое любопытство послушать вас, как вы играете. Просто штриток в душе желания. Звучит музыка Как утренний рассвет сливается с зарею вечерней, Как я с тобой, мой друг, и летом, и зимой. Смотрю в твои глаза, и этот танец древний Все время заклевает наш покой. Да, мы в телах, да, мы земные, Но так чудесно прикасаться нам Огромными и тонкими борщинами Друг другу, создавая чудеса. Браво, браво. У вас такая такая энергия, и сразу не будет, Чувство вот этого все посыпается. Да. Ну хорошо. А вот у нас есть инструменты из Азии, из Китая, из Японии, из Южной Кореи. И мастера делают инструменты мультикамерные, двухкамерные, То есть разделенные внутриперегородкой. И вот вы видите здесь два. Это не оттона, по-другому, случайно? Это нет, это и даже нет. Очень похоже. Это дает богатство значения, да? Это расширяет диапазон. То есть мы в первой камере играем Самые низкие звуки, доходит доходим И потом переходим на вторую камеру И доигрываем еще несколько звуков, Там только правая рука. Ну вот здесь, соответственно, трехкамерные карины, В которых еще больше диапазон, Тут получается две с половиной. То есть все вот это тоже не работает? Нет, нет, это подстрочное. Для трехкамер? Да. Продолжение следует... 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 Вот я вижу на чехле, вот на чемоданчике, название «степной дух». Это что? Это название моей мастерской. Запах, трав, жарение пчел, пение птиц. Вот это все отложило большое впечатление. Детское сознание потом выливается в то, что я делаю. И поэтому степной дух. Может, так Алина как-то особенно звучит в степени? Не правда ли? Импровизирует в степени. Я вообще очень люблю природу. И бывает так, что я, по крайней мере, раз в год я себе даю такую возможность уехать вне города, вне поселка, вне какого-то населенного пункта в будущее. И просто жить как минимум неделю вдали от цивилизации, играя только на инструментах, общаясь только с природой. Даже телефон не включает, чтобы никакого не было. Мне это нравится. То есть это какой-то момент такой длинный медитации, с настройки с самим собой. Мы благодарим наших новых друзей за встречу. Очень рады будем познакомиться. Надеюсь, что мы будем дружить. Я тоже на это надеюсь. Не мастерскими и, как я сам люблю, коллективыми. Да, нина. Спасибо. Продолжение следует...